Старейшее и аварийное здание поселка Кузнечное спасают от участи быть выкинутым на свалку. Местная краевед Мария Куск не позволила просто снести дом, построенный финами для работников железнодорожной станции, ровно сто лет назад. Вместо этого его решили аккуратно демонтировать, что заняло почти месяц. Дело в том, что дом собран особым способом, который называется лафет. Каждое последующее бревно было заточено под предыдущее. Из него невозможно ничего построить другого, его невозможно собрать иначе. Можно только как конструктор разобрать детали и собрать в той же последовательности. Поэтому руководитель строительной фирмы очень внимательно отнесся к этому процессу. Все затраты по демонтажу воспитатель местного детского сада Мария взяла на себя. За четверть миллиона рублей дом разобрали и частично перевезли на ее участок. Чтобы восстановить его в историческом виде, денег нужно в разы больше. Я полагаю, что мы будем восстанавливать его всю нашу оставшуюся жизнь. Так просто сложилось, что это старейшее здание. И впервые, когда я его увидела, мне понравилось. Стремление Марии поддержал и супруг Михаил. Машинист тепловоза согласен, что построить новый дом было бы и проще, и дешевле. Но это не так интересно. Тем более, вся жизнь семейной пары связана с железной дорогой. Встретились чуть дальше. Машенька была молоденькая девочка, пошла купаться. Встретила меня, молодого машиниста. Мы год повстречались и расписались. И вот сейчас, наверное, это все-таки сверху что-то. Что в конце, вот все-таки мне уже 50 лет, и в конце жизни я буду восстанавливать дом начальника железнодорожной станции. У Марии в ее небольшом краеведческом музее уже хранится некоторая старинная мебель и утварь из столетнего дома железнодорожников. Пока все на работе за экспозицией приглядывает мама девушки. Идея дочери для нее оказалась заразительной. Зная характер моей дочери, которая вышла замуж в 17 лет, при этом она еще не закончила школу, но она срочно ее закончила, срочно поступила в институт, срочно его закончила. Сейчас второе высшее образование, при этом у нее двое детей. Я думаю, что у нее все получится. И даже больше, чем я думаю. Если все пойдет по плану, то активная фаза амбициозного проекта по восстановлению аварийного здания на новом месте начнется следующей весной. Пока Мария и ее семья обдумывают, где закладывать фундамент и как найти финансовую поддержку на сохранение дома железнодорожников. Александр Иванов, Кирилл Титов. Последние известия. Поселок Кузнечное.